Что-то я давно вам не напоминал, что нам нужны ваши лайки, а они нам действительно нужны. Пожалуйста, не поленитесь, щелкните мышкой. Продвижение канала зависит от этого. А также мы, конечно, благодарны за любую помощь, а помощь нам можно оказать теперь только путем перечисления на тот счет, который мы демонстрируем на экране. Другие каналы теперь закрыты. В общем, поддерживайте канал, комментируйте, лайкайте, помогайте материально, мы всегда этому рады. А еще у нас есть телеграм-канал, о котором я тоже постоянно вам напоминаю. Он очень здорово развивается. Там сейчас стало совсем интересно. Много комментариев, люди подключаются. Подключайтесь и вы. Содержание канала несколько отличается от содержания наших выпусков и других социальных сетей. Так что, на мой взгляд, сейчас телеграм-канал открытой политики это один из лучших сетевых продуктов нашей вот этой всей группы. На минувшей неделе было много разговоров о бессмертном полке и его численности. Всех, конечно, резануло вот эти вот планы, которые поставил Хабиров по проведению бессмертного полка к 9 мая, что, дескать, в прошлом году вышло 100 тысяч, а в этом году выйдет 150 тысяч, а отчитались аж за все 170 тысяч. Ну, как-то вот совсем не верилось, но и опровергнуть было нечем. Совершенно неожиданно всю правду о численности бессмертного полка в Уфе нам показали летчики аэродрома Первушина. Эти наивные энтузиасты, зачем-то пролетая над парадом в Уфе, ну, они, видимо, должны были живописать авиационную мощь державы, при том, что в Москве, кстати, авиапарад был отменен на 9 мая. Ну, так вот, наивные товарищи из Первушина снимали все на видеокамеры, установив их на бортах своих самолетов. И вот буквально на днях в Яндекс.Дзене выходят видеокадры пролета над колоннами бессмертного полка в городе Уфе на 9 мая. Совершенно отчетливо видно, что вся колонна бессмертного полка занимает пространство по проспекту Октября, от перекрестков с улицей 50 лет СССР до перекрестка улицы Шофиева. Сейчас очень хорошая компьютерная топография, и мы можем четко выяснить, что по осям перекрестков расстояние от 50 лет СССР до Шофиева по проспекту это 672 метра. Будем округлять в большую сторону, пускай будет 700 метров. Ширина проспекта в этом месте 33 метра. Я буду считать, что 35 метров. То есть площадь вот этого пространства, на котором собрался весь бессмертный полк в Уфе, в моем представлении составляет 24 500 метров. Округляем до 25 000 квадратных метров. То есть если верить Хабирову, то 170 000 человек уместились на пространстве 25 000 квадратных метров. Ну, несложно подсчет говорить, что это 7 человек на квадратный метр. Теперь, уважаемые зрители, попробуйте втроем, трое взрослых с плакатами в руках встать на 1 квадратный метр. А всемиром получается, ну, правда, забавно, да, получается. Есть такая методика, есть такое предположение о том, что средняя плотность толпы, обычной толпы, которая собирается на всякие мероприятия, это 1 человек на квадратный метр. Есть потому, что промежутки, прогалы и так далее. А на фотографиях вы видите, что между частями колонны есть еще и довольно существенные зазоры в 10 и в 20 метров. Я их не учитывал при расчетах. То есть, по моим ощущениям, по моим подсчетам, исходя из вот этих данных летчиков из Переушины, становится понятно, что на бессмертный полк в Уфе пришло от 35 до 50 тысяч человек максимум. То есть, 50 тысяч – это вообще совсем натянутая цифра. Хабиров отчитывается о 170 тысячах. Понятно, что ему до крови из глаз необходимо показать Москве, как един башкирский народ в порыве отпраздновать 9 мая и ассоциировать все вот это вот с нынешними событиями на Украине. Но не тут-то было. Более чем втрое натянута была цифра, по моим представлениям. Тут еще вопросы к организаторам. Кто у нас там руководил этим бессмертным полком? Борданов, Кельсинбаев. Вот эти герои опять подставляют Хабирова. Ну и, кстати, о деньгах. Очевидно, что существенные деньги были в подушевом смысле выделены на это мероприятие. То есть, выделялись денежки, очевидно, ну как минимум на 150 тысяч участников. Как-то странно. Не вернуть ли из большой вице-премьерской зарплаты? В общем, конечно же, всерьез в этот раз лоханулся Радий Фаридович, лоханулся на святом. Судя по всему, конечно, его обманывали. Потому что, ну, мы знаем, он простодушный человек, который вполне себе позволяет своим подчиненным натягивать сову на глобус, лишь бы выглядело красиво. Но в этот раз получится некрасиво. Потому что в Кремле и в администрации президента очень не любят вот таких натяжек. Очень не любят вот таких округлений в свою пользу, да еще и в три раза. В общем, конечно, я думаю, что реакция после вот такого вот отчета по бессмертному полку, безусловно, должна последовать. Рубрика «О чем не расскажет БСТ» по-моему, становится у нас традиционной. И на этой неделе БСТ не расскажет о том, что в ежегодном рейтинге ОПЕК Хабиров выпал из привычной десятки и свалился аж на 38-е место. Что свидетельствует о существенном ослаблении политического влияния губернатора. И, в общем-то, это неудивительно на фоне последних времен, когда достижений в экономике ноль, когда во внутренней политике сплошные провалы и белые пятна, ну, собственно, а вот это стремление зафиксироваться на донбасском направлении у Хабирова вызывает только раздражение у сограждан. Ну, в общем, все это абсолютно закономерно, и падение с 10-го на 38-е место – это еще только начало. На минувшей неделе в Белом доме неофициально подтвердили, что один из самых духовитых забористых соратников Хабирова, Азамат Абдрахманов внезапно и необъяснимо пока отбыл в длительную командировку в сторону Донецкой и Луганских областей. Ну, вот этих вот сепаратистских организаций на востоке Украины. Я их называю пока так. Объяснить это пока нечем. Вроде как, ну, бывший мэр Ишимба, по некоторым данным даже какой-то дальний родственник Хабирова. Вот этот вот чувак, который был, в общем-то, застрельщиком бойни на Куштау, который там, значит, громил палатки и очень так абстентно изъяснялся в какой-то маске безумной, в каком-то камуфляже. Ну, в общем, такой чахоточный Рэмбо. Вот этот вот персонаж почему-то становится начальником канцелярии с начала Белого дома, а потом спешно отправляется туда, где ему собственные места. Вот среди вот этих духовитых, значит, танкистов и трактористов Донбасса он теперь там будет смотреться вполне себе органично. В общем, странная история происходит с этими кадровыми перемещениями. Ну, будем наблюдать, анализировать у Хабирова. Вот вся его сущность, она заключена именно в перемещении вот этих всех членов команды с одной части доски на другую. Пока в календаре наметилась некая пауза между государственными праздниками, а до Сабантуев еще очень далеко, судя по всему, Радий Фаридович немножко загрустил и решил отправиться в гастрономический тур в Узбекистан, где, судя по всему, намеревается повысить свою квалификацию в приготовлении плова. Мы знаем, что он большой мастер-специалист по этой части, а Узбекистан — родина плова. Но все-таки путь-то не близкий, да и, в общем-то, цены нынче выросли. И пришлось придумать некую деловую поездку. Собрал команду единомышленников, и вот буквально на следующей неделе выезжают они изобразить деловую поездку в Узбекистан. Но на самом деле поучиться готовить плов и поменяться опытом с товарищем из Узбекистана самим там хорошо отъесться. Ох, вкусная там баранина, я помню, вот южнее Ташкента там есть такие прекрасные места, буквально на границе с Таджикистаном, там, конечно, бараны, что надо. Завидую я, Радий Фаридович, но при этом, конечно, из бюджета республики на это все мероприятие будет выделено 20 миллионов рублей. Ну, как же, ну, дорога, все дела, плюс подарки принимающей стороне. Ну, в общем, вот, да. Все это тщательно обставляется как деловой визит, там будут заключаться контракты, налаживаются отношения. Но дело в том, что вот тут, конечно, большие вопросы. Узбекистан нам сейчас совсем не друг. Узбекистан страна максимально зависимая от Китая уже давно. И, в общем-то, служить интересам России Узбекистан сейчас не собирается. Узбекистан очевидным образом не разделяет идеи Владимира Путина относительно мироустройства западнее российских границ. В частности, уже в марте после начала событий на Украине глава Министерства иностранных дел Узбекистана заявил, цитируя, «Узбекистан не признает Луганские и Донецкие народные республики как независимые государства. Узбекистан выступает за немедленное прекращение военных действий на Украине, суверенитет и территориальную целостность, которую Узбекистан признает бесспорно». Конец цитаты. 17 марта глава МИД Узбекистана сделал такое заявление. То есть мы понимаем, что установить нормальные экономические отношения в условиях санкционного воздействия с Запада и из Китая теперь уже на Россию, конечно, невозможно. Узбекистан очевидный сателлит Китая. И здесь, в общем-то, как Китай скажет, так и будет. Тем более, что Узбекистан еще и очень активно взаимодействует с важными крупными европейскими странами. Впрочем, будем надеяться, что с пловом у Радия Фаридовича все будет хорошо. Узбеки люди очень радушные, очень искренние. И, как говорится, дружба дружба, а служба службой. По части заключения контрактов, возможно, ничего не получится. Но с пловом все получится хорошо. Жаль, что дороговато получается плов. 20 миллионов для бюджета Республики Башкортостан. Это многовато даже для хорошего, богатого ужина. Продолжается непонятная возня вокруг государственного пакета 47%. Акции башкирской содовой компании, которые еще в 2020 году Владимир Путин одним движением брови вернул в лоно государство. И теперь почему-то на эти 47%, которыми распоряжается Росимущество, претендует некое ООО «Русский водород», за которым, как теперь уже очевидно стало понятно, стоит господин Ротенберг, который, в свою очередь, собирается и планирует сконцентрировать в руках вот этого русского водорода активы 17 крупнейших нефтехимических предприятий. Одно из них – БСК. Росимущество и Минфин Российской Федерации категорически на данный момент протестуют против подобных планов. Ну, на противоположном конце вот этого всего противоборства, например, находится такой господин Мантуров, министр торговли и промышленности Российской Федерации, не последний человек в правительстве. То есть, силы такие довольно серьезные. Там Ротенберг и Мантуров, здесь Минфин, Росимущество и еще кое-какие интересы. Тут еще Азад Бадранов. Непонятно, зачем вывел людей на протест против этой передачи, видимо, не срубив фишку, там, мобилизовал резко своих активистов в стерлитамаке, не поняв, в чью пользу идет игра. Тут, конечно, непонятно совершенно, на чьей стороне Хабиров. Хабиров, по-моему, смертельно напуган этой ситуацией, боится повторения Куштау, как бы тут опять не пришлось ему отвечать за какие-то действия и решения. В общем, конечно, вот такая патовая ситуация. Сам Хабиров никаких эмоций и никакого мнения на сей счет не высказывает. Правительство молчит, народ начинает потихонечку закипать, хотя бы от непонимания. Но это вот очередной раз мы видим пиар-раздолбайство нашего руководства республики. Вы заметили, что отличительной чертой нынешней власти в республике является полное отсутствие взаимодействия с прессой и общественностью. То есть никто не знает фамилию пресс-секретаря Хабирова. Вот просто никто не может запомнить. Не многие даже знают, что пресс-секретарь у Хабирова существует. Никто не знает фамилию пресс-секретаря мэра Уфы. Никаких там регулярных встреч, никаких контактов. Там Хабиров встречается с прессой и с общественностью раз в 10 и больше месяцев. То есть это вообще... И вот этот вакуум по отношению к Куштау, он так просто не пройдет. Вот здесь может случиться что-то нехорошее. Так что ожидаем развязки всех этих историй. Смотрим с одной стороны Ротенберг, с другой стороны Минфин. В общем, будем посмотреть. И хотелось бы понять, в этот раз Владимир Путин тоже будет вмешиваться в ситуацию с БСК? Тоже потребуется движение брови? И, кстати говоря, БСК у нас что? Внезапно опять перестало быть стратегическим предприятием? Чтобы снова его передавать в частные руки? В общем, все запуталось, все смешалось в доме Облонских. Надо как-то наводить порядок и понимать, что происходит. Несколько пугающих событий в эти минувшие длинные праздники случились в городе Уфе. Поговорим об этом. Я, честно говоря, больше всего, как результата всей вот этой вот власти Путина, боюсь инфраструктурных разрушений. Но сейчас, конечно, еще вот прибавилась спецоперация на Украине, которую нам запрещено называть войной. Это, конечно, страшнее всего, но на втором месте теперь оказываются вот эти техногенные проблемы. И вот эти техногенные истории случались в минувшие праздники в Уфе в изобилии. Начнем с того, что 6 мая в Уфе произошел громадный провал грунта над строящимся тоннелем восточного выезда. Воронка диаметром 50 метров и глубиной до 5 метров образовалась в районе парка лесоводов. В общем, конечно, это вот вообще сильно народ испугало. Вот правда. Вдруг внезапно, причем это еще на камеры попало. Слава богу, не было машины, людей. Они буквально проезжали там за несколько минут до того, как это все просело. Затрещало. Совершенно идиотская реакция сразу же последовала от нашего Минтранса, который заявил, что провал никак не связан со строительством тоннеля. Ну, понятно. А с чем он связан, господин Боушев? Опять, значит, Байден озарует у нас в парке лесоводов? Или, может быть, Обама по старой памяти пакостит? Ну, глупее вот комментарии, конечно, не придумаешь. Это очередная иллюстрация, как работают со СМИ и с информационным вообще пространством нашей власти. Это, конечно, дикая абсолютная история. Ну, ладно, вернемся. Что же там произошло в реальности? В реальности там разрушилось крепление балки одной из штоллин тоннеля. Смогательная штольна тоннеля, которую, вот эту балку, которая разрушилась, по моим данным, крепили в 2001 году. Ну, откуда я это узнал, не спрашивайте меня. Но такая вот информация. С тех пор балку никто не инспектировал. Она стояла, как стояла. И вот достоялась. Ну, надо, кроме того, что понять, что вот власти наши в экстренной ситуации не умеют работать с информацией. И своим идиотским поведением вызвали только волну паники, которая продолжается. А теперь из этой паники начинает формироваться устойчивое представление о том, что восточный выезд — это опасный, смертельно опасный для города объект. Вот. Хотите вы или не хотите, но это мнение начинает формироваться под воздействием вашего бездействия. Я сейчас обращаюсь к Минтрансу в отношении вот этой истории. Нужно было подробнейшим образом и сразу объяснять, что же там просто случилось. Ну, вот теперь начинается такое. Теперь вопрос следующий. А не проинспектировать ли все вторичные, первичные, третичные объекты, сопряженные с восточным выездом, построенные в 90-е нулевые года? А нет ли там еще таких же балок в таком же состоянии, смонтированных в 2001 году, которые вот-вот скоро чего-нибудь нам дадут? Потому что воронки диаметром 50 метров — это уже вам не шутка. Это вам не машина утонула в Энорсе. Тут может и автобус уйти под землю, и много что еще. В общем, конечно, Минтрансу нашему сейчас господину Булушову нужно брать голову в руки и начинать ей трясти, можно бить ею об стол. Я не знаю, что помогает, чтобы прийти в себя, но вот работой с информационным пространством нужно заниматься самым срочным образом. А еще у нас чуть не упала канатная дорога, та самая древняя легендарная канатная дорога, которая идет от трамплина к побережью реки Уфимки. Слава богу, никто не пострадал. Так и непонятно до сих пор, что там произошло. Но людей эвакуировали с помощью спасателей. К счастью, не оборвался трос. И здесь у меня вопрос очень похожий на предыдущий. Ну, вот эти вот неполадки с этой канатной дорогой, коль скоро она вообще работает, они регулярные. Не пора ли провести инспекцию и дать четкое определение работоспособности этого объекта? Штука действительно очень старая, ну, действительно очень красивая. Я сам с девушками катаюсь там на этой канатной дороге и всегда очень радуюсь. В общем, конечно, вот такие объекты, нужно к ним отнестись с повышенным вниманием и четко, объективно и конкретно давать информацию о их состоянии. Вот тогда не будет такого. Тогда не будет нарастать паника и представление о том, что у нас тут техногенные катастрофы следуют одна за другой. Ну, и третий техногенный аспект Уфы за минувшее время, он, конечно, немножко комичный. Много дождей было в последние дни, и вот вдруг внезапно выяснилось, что затапливает у нас Советскую площадь. Вот этот новообретенный объект, куда Радифоридович любит заложить какую-нибудь капсулу с каким-нибудь грунтом, оказывается, ливневая система сделана неправильно. И машины-чиновники, которые там по краям стоят, начали подтапливаться в дожди вот в этой новой абсолютно сверкающей Советской площади, которая даже скоро должна стать символом нашего боевого духа, братства и сплоченности вокруг президента. Вот эта штука превращается в какую-то зловонную лужу под воздействием дождей. Дело в том, что под мудрым руководством, как бы архитектора Сарапуловой, плитку на этой Советской площади перекладывали, по-моему, три или четыре раза. Я не знаю, за чей счет все вот это вот происходит. То ее вспучило, то не тот вид, то, значит, колор не тот. Вот, в общем, было много историй. Денег зарытого в эту Советскую площадь там просто, вообще, не знаю, немерено. Но вот результат вот. Архитектурный гений Мадам Сарапуловой породил систему ливневой канализации, которая оказалась выше уровня воды. Не знаю, будут ли в пятый раз перекладывать плитку на Советской площади, но вообще, конечно, грозит им там серьезное подтопление. Ну и веселого вам в ленту. На фоне всех вот этих вот катаклизмов Уфы, мэр наш новый, новый, все еще новый мэр Уфы Мавлиев, подтверждает репутацию веселого, бесшабашного пиарщика. На должность одного из вице-мэров на прошедшую неделю Ратмир Мавлиев принимает спортивного комментатора и радиоведущего из родного Нефтекамска. КВНщик и несмешной шутник Денис Ганиев будет у нас теперь вице-мэром Уфы. Будет курировать масс-медиа. Ну и мы же понимаем, что вот именно это направление главное, как мы теперь выяснили, в деятельности Ратмира Рафиловича, новый все еще мэр Уфы, судя по всему, оказался еще большим бездельником, чем предыдущий, но тот был хотя бы незаметен. А этот, значит, он такой буйный, он бегает по городу, обнимается с бабушками, спрашивает, как дела. Комично и забавно то, что дела везде примерно одинаково плохо, так что Ратмиру можно было не тратить бензин на все эти поездки. В общем, теперь у него есть соратник, веселый Денис Ганиев, ну, в представлении Мавлиева веселый, будут хохотать на всю мэрию. Только было я собрался проанализировать контракт на ремонт километра улицы Пушкина за какие-то неимоверные 124 миллиона рублей, как появилась информация о другом контракте в Уфе, который, конечно, затмил все представление о неразумности, непонятности и необоснованности цифр. Я говорю о контракте на строительство одного километра и 150 метров, то есть 1150 метров всего, дороги, которая будет продолжением улицы Генерала Рыленко и соединит улицу Софию Перовскую и улицу Пугачева. Вот примерно представляете, где это находится. 1150 метров. Шесть полос. По ГОСТу это 21 метр ширины. Площадь дорожного полотна составляет 24150 квадратных метров. Тротуары примерно 2 на 2 общей площадью 4600 квадратных метров. Складываем, округляем, бог с ним, пускай там всякие проезды и колодцы, 30 тысяч квадратных метров. Вот, значит, этот весь объект занимает цена одного километра и 150 метров дороги по контракту, внимание, 1 миллиард 200 миллионов рублей. Когда проводился контракт, желающих кроме одной компании не нашлось. Она же и победила. Цена не снижалась. То есть, один квадратный метр вот этой дороги стоит 40 тысяч рублей. Один квадратный дециметр, это вот столько дециметров, кто забыл, 10 на 10 сантиметров, обходится в 400 рублей. Так вот, 400 рублей это вдвое дороже, чем покрыть подобную же площадь чистым сусальным золотом 900-й пробы. Можете проверить цены и посчитать. Я проверил. То есть, в данном случае, площадь в 30 тысяч квадратных метров в два раза дешевле покрыть сусальным золотом, чем построить по контракту с ООО «Дор Транстрой». Что такое ООО «Дор Транстрой»? Встречайте, это тот же самый подрядчик, который строил улицу Комсомольскую, вот эту глубокую реконструкцию проводил, внезапно обнаружив там трубы и так далее, и так далее. Кстати, Комсомольская готова, все заактировано, можно ехать снимать с фотоаппаратом, идеально готовый объект, поедем. Это тот же подрядчик, который работает на бульваре Ибрагимова. Вот эти вот странные, чумазые гости из всех возможных южных и азиатских республик, вот эти самые замечательные чудо-мастера, которые производят ремонт, например, конкретно бульвара Ибрагимова. Конца края не видно там работам, особенно на участке вот Ленина туда, в сторону Карла Маркса. Это тот же подрядчик, и он получает вот этот вот золотой подряд. Конечно, мы понимаем, что «Дор Транстрой» — это Марат Латыпов, это дружище Радио Фаритовича, прямо вот дружище-дружище. Мы понимаем, что там существует какая-то тесная, неразрывная и, безусловно, бескорыстная связь. Ну, давайте тогда и разберемся в других связях. Каким образом связана офшор «Ирмайнер ЛТД» с ООО «Дор Транстрой», каким образом связана компания «Уфа Аренда Групп» с ООО «Дор Транстрой»? Вообще, с этой компанией действительно начинать надо разбираться. После истории с Комсомольской бульваром Ибрагимовым, я думал, что с ними начнут разбираться там прокуратура, Следственный комитет и всякие надзорные органы. А нет. Они снова получают гигантский золотой подряд на вот такие работы. Напомню, площадь строительства можно покрыть золотом, и это будет вдвое дешевле, чем стоимость этого контракта. Я, честно говоря, недоумеваю. Субтитры создавал DimaTorzok